Всем привет, мои дорогие! С вами Маша. Сегодня я вам покажу свой обед, и у вас уже будет полное представление о том, как я питалась, как я питаюсь после возвращения с отдыха в Ultra All Inclusive, где я набрала 4 килограмма, о чем рассказывала в видео, когда показывала свой завтрак. Итак, уже несколько дней, как я вешала снова 65 килограммов, столько же, сколько я весила до отъезда, причем я уже 65 весила длительное время, и вот мне понадобилось дней 10, может быть, 12, для того, чтобы вернуться к своему весу. Причем первые 2 килограмма я сбросила достаточно быстро, и вот все остальное время сбрасывала оставшиеся 2. Набрала 4, и вот плюс-минус 11 дней, и от них не осталось и следа. Собственно говоря, как это бывало всегда, когда я набирала. Но мне кажется, знаете, вот люди, которые склонны к полноте, они неизбежно набирают на отдыхе вес. Ну, я имею в виду на отдыхе и релаксе в ультрол инклюзив. Ну, по крайней мере, я в основном всегда набираю, наверное, в 99% случаев, плюс-минус. Потому что, вот смотрите, во-первых, меняется питание, ну, так или иначе, меняется. Ты не можешь есть там то, что ты ешь дома. Я там ела раза 3, при этом у меня еще были перекосы в виде, не удивляйтесь, орешков соленых, потому что там соленые орехи, в виде чипсов, да. Плюс я там ела фастфуд в бич-баре, который я вам показывала. И вот знаете, что интересно, здесь дома меня не заставишь есть фастфуд. Вот я на него даже смотреть не могу, но там я его ела с таким удовольствием, с таким аппетитом, мне так хотелось. Ну, видимо, потому что у меня такое правило, которое, наверное, отложилось прямо вот в голове. Когда ты отдыхаешь, ты должен полностью менять свой образ жизни во всем. И ни о чем не думать, ни на чем не зацикливаться, да. Но это и касается также и еды. Одним словом, полный релакс во всех смыслах этого слова. И единственное железное правило, которого я придерживаюсь, это то, что я слежу за порциями, и я никогда не объедаюсь. Что бы я ни ела, будь то фастфуд, будь то обычная какая-то простая, да, там вот, пища. То есть вот этому правилу я следую всегда, везде. Потому что, наверное, я уже, знаете, по-другому больше не могу. Так вот, ну я вам показывала свои завтраки, обеды, ужины. Единственное, наверное, не показывала чипсы, орешки, которые я ем. Но опять же, я их ела в меру. Ну вот одним словом, две недели и плюс четыре килограмма, да. Но их уже нет. И что еще я вам хочу сказать. Вы знаете, ну я, по-моему, уже говорила об этом. Но это такая вот интересная информация. Потому что я вот раньше не была уверена, что это так. Так, бывали случаи, когда я ездила отдыхать, точно так же в Ultra All Inclusive. И я очень следила за питанием. Я вот не ела ничего из запрещенки. И я все равно набирала вес. Чуть меньше, но я его набирала. То есть такие случаи у меня тоже были. Ну, скажем, набирала два килограмма, да, там два с половиной. Но при этом я постоянно себя контролировала. И это действовало на нервы. Это, вы знаете, было вот в начале, наверное, когда у меня еще не было такого опыта. И потом я поняла, что это бессмысленно. Абсолютно бессмысленно. Вот есть мое железное правило. Я придерживаюсь этого правила, и все. И вы знаете еще, что очень важно? Не страшно набрать вес. Совершенно не страшно на отдыхе набрать вес. Потому что на отдыхе вес набирают практически все. И все, даже я знаю, спортсмены, даже те, кто постоянно занимается спортом, да, вот фитоняшки всякие. И люди об этом рассказывают. То есть тот, кто честный, он об этом рассказывает. Он говорит, да, я набрала там два килограмма, три килограмма. Ну, на них это не видно, у них шикарная спортивная тонкая фигура. Но они об этом говорят. И потом они приезжают и сбрасывают. То есть набирают все, вне зависимости от изначального веса и от прочих параметров, да, от качества там тела и так далее и тому подобное. То есть это не страшно набирают, ну, практически все. Страшно потом вес не сбросить, страшно вернуться и продолжать есть все подряд и не следить за своим питанием. То есть вот это очень страшно. Все остальное не страшно, мы живые люди. И как бы я не вижу ничего в этом плохого. И с каждым разом, с каждым набором и сбросом веса после ультра-ал инклюзив я в этом убеждаюсь снова и вновь. Итак, смотрите, у меня отварной язык и к нему помидоры. На самом деле, сегодня мне совершенно не хочется есть никакие овощи. Но я вот немножечко нарезала помидоров. Ну, заставлю себя их съесть, потому что все-таки, ну, это нужно. А отварной язык я люблю. Я его часто ем в последнее время. И вот с удовольствием сейчас его поем. А вот овощи есть не хочется. Ну, вот хоть убейте меня, но нужно. Надо было бы еще сюда зелень, но я не взяла уже зелень, потому что знаю, что точно ее не съем. Дальше у меня сегодня макароны, паста, гнезда. Это называется гнезда. Я все время забывала, помню, несколько раз даже в трансляциях. Хотела вспомнить, как они называются. Вот они такие вот в гнездах, да. И все время забывала. Так вот, у меня паста тут из цельнозерновой муки, из муки твердых сортов. И дальше у меня тут два вида сыра. У меня желтый сыр, видите, вот натертый. И творожный сыр, а-ля Филадельфия. Вот мне очень нравится такое сочетание. И вот сейчас, смотрите, самое главное. Вот видите мою тарелку, да. Вот такая обычная тарелка. Небольшая, немаленькая. Потому что вот ем я из такой тарелки. Я ее очень люблю. Вот вы знаете, я эти тарелки вам постоянно показываю. То есть она меньше, вот если сравнить одну и другую. Ну вот смотрите, это вот как бы она такая десертная, да, тарелка. А это вот обеденная, но небольшая. Бывают тарелки намного больше. Она, собственно говоря, тоже маленькая. Но я просто вот к этим маленьким привыкла. И поэтому из них ем. Вот больше никаких причин нет. Просто они мне нравятся. Я из них ем. Хотя эти тарелки вот черненькие мне тоже нравятся. Ну одним словом, я почему об этом говорю, чтобы вы вот поняли объем. Да, вот постоянно у меня спрашивают про объем и про порции. Вот такой объем у этой тарелки, да. И вот в ней такое количество пасты. Я 100% все не съем. Вот я это прямо точно знаю. Хотя я могу это съесть. И это абсолютно нормальная доза, да, порция. Но я думаю, я съем половину, наверное. Вот. А язык, ну думаю, что тоже все не съем. Но большую часть, скорее всего, съем. Вот как-то так. Ну про помидоры даже говорить не буду. Потому что тут можно и два помидора, и три съесть. Мне бы еще хотя бы это съесть. Просто вот не хочется. Вот захотелось такое сочетание. То есть я вот, знаете, раньше, когда только начинала худеть, я не ела пасту, я вот это все не ела. Совершенно. То есть совсем не ела. А потом, сколько-то лет назад, уже не помню, постепенно стала есть и поняла, что вот сейчас уже в моем случае в этом нет ничего страшного. Если тут твердые, да, сорта пшеницы, и если ты ешь немного, то ничего страшного не произойдет, и ты будешь сбрасывать вес. Потому что я вот за этот период, что мы вот приехали несколько раз, съела вот пасту. И вот, ну как бы вот на пасте сбросила вес. То есть вот еще раз хочу подчеркнуть и обратить ваше внимание на то, что самое главное это порции. Вот это самое главное. Если вы едите мало, вы можете, в принципе, есть огромный ассортимент продуктов. И пасту, и крупы, скажем, какие-то. Ну крупы я просто не люблю, их не ем. Очень редко гречку. Но в целом вы можете есть пасту. Но все зависит от порции. Самое главное, надо обращать внимание на порции. Но это уже, наверное, немного позже, когда вы уже, скажем, похудели и поддерживаете вес. Либо вам, ну вот как мне, да, остается там совсем немного. Ну а так, собственно говоря, мой вам совет. Следите за порциями. Все. Вот как бы больше ничего. Это касается вот таких, да, блюд. А если мы говорим про мясо и про овощи, и уж тем более про зелень, то там, в принципе, ну как бы зелень вы можете съесть сколько угодно. Ничего плохого не будет. Точно так же и овощей. Ну вот. Самое главное это ощущение легкости, когда вы встаете со стола. Такие дела, мои дорогие. Я уже очень голодная. Хочу есть. На этом все. Такое было видео. Не обещаю, что я часто буду показывать свои завтраки, обеды. Просто это я вам показала для того, чтобы вы понимали, да, вот как я питаюсь после приезда, собственно говоря, у меня ничего не меняется. Вместо пасты мог быть салат. Самое главное вот что-то мясное, либо рыба, морепродукты какие-то, овощи. Ну вот как-то вот я говорю в последние дни не тянет меня на овощи. Вот. И, пожалуйста, это тоже все можно есть, но в меру. Всем приятного аппетита, кто сейчас собирается есть. И до скорой встречи, мои дорогие. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok